Как преодолеть страх быть осужденным? Садгуру, не так давно я оказалась в ситуации, когда моя подруга была опьяна. И в этом состоянии опьянения она постоянно повторяла, «Пожалуйста, не осуждай меня за то, что я пью. Пожалуйста, не суди меня». Она потеряла свою способность к суждению и хотела для вас того же. Мой вопрос в том, неважно, из-за алкоголя или нет, почему мы так беспокоимся, что нас будут осуждать, и как не позволить этому страху встать на пути к нашему счастью? Посмотрите на меня. Я всегда опьянен. Никогда не употреблял никаких веществ, но я всегда опьянен. Можете осуждать меня, как хотите. Потому что дело в том, что я опьянен, но при этом я сохранил здравый смысл. И в то же время, что бы вы обо мне не говорили, это совершенно на меня не влияет, потому что я совершенно опьянен. Почему употребление алкоголя и наркотиков в мире растет так, как это сейчас происходит? Все потому, что небеса рушатся. Да. Три-четыре недели назад я был в Бангалоре и проводил там двухдневную программу для 8 тысяч человек. И я просто вскользь задал им вопрос, сколько из вас считает, что попадет на небеса? Только пять человек подняли руку. Тогда я спросил, остальные из вас собираются в ад? Нет. Просто идея рая и ада разрушилась в умах людей. Впервые в истории человечества столько людей в мире могут думать самостоятельно. Раньше священник, мула, мудрец или книга думали за вас. Впервые за все время. Так много людей могут думать самостоятельно. Думают ли они правильно или неправильно, это отдельная проблема. Правильно или нет, но они думают. Так что все нелогичное, естественным образом разрушается. Пока что нынешнее поколение не ушло от этого полностью. До сих пор есть страх. Они не могут открыто сказать, не существует ада или рая. Люди до сих пор боятся этого. Но они они пытаются создать небольшой рай для себя здесь. Так что... Подождите, подождите. Так что, естественно, что когда они не в состоянии сделать это, используя только свой интеллект, они начинают принимать химические вещества. Взять, к примеру, состоятельные общества, потому что все общества стремятся стать состоятельными. Рассмотрим Соединенные Штаты, которые в настоящее время считаются самой состоятельной нацией в мире. 70% населения США принимают рецептурные препараты. Остальные 30% естественно покупают их нелегально. Это самая богатая нация. Очевидно, что достаток проблему не решает. Чтобы быть здоровым, быть радостным, спокойным, вам нужны химические препараты. И чтобы испытывать экстаз, естественно, существует экстази. Так что я даже не смотрю на это с моральной точки зрения. Это никогда не было для меня проблемой морали. Если 90% населения мира в данный момент сидит на химических препаратах, поверьте мне, следующее поколение, которое мы произведем на свет, будет гораздо более слабым, чем мы. Если следующее поколение будет уступать нам, это означает, мы совершили преступление против человечества. Потому что следующее поколение должно быть как минимум на один шаг впереди нас, иначе мы все потеряем. Когда мы производим следующее поколение, которое на самом деле хуже нас, это значит, мы потеряли весь процесс цивилизации. Так что мы стремительно идем к этому. Если только мы не начнем обучать людей, как просто сидеть здесь и испытывать блаженство. достаточно ли я опьянен? Но достаточно ли я осознан, бдителен? Если бы существовал способ опьянеть, не теряя здравый смысл, не теряя своей осознанности и разумности, это было бы великолепно. Опьянение — это невероятно. Единственное, оно лишает вас способности судить трезво, лишает вас рассудка, делает вас неодиеспособными. И это? Это и есть проблема. Не так ли? Спросите кого угодно. Вы не медицинский работник, но спросите любого. Правда ли, что это тело влечащий химический завод во Вселенной? По крайней мере, во Вселенной, которую мы знаем. Единственная проблема в том, что вы плохой управляющий. Если вы знаете, как управлять этим, вы сможете стать таким, как я. всегда быть в блаженстве. Люди могут говорить, что хотят делать, что хотят. Это останется таким же, поскольку я не даю другим права делать меня счастливым или несчастным. Сейчас вы являетесь продуктом мнений других людей. И куда вы планируете прийти таким образом? Буквально кто угодно может вас уничтожить. Вы идете по улице, и кто-то говорит вам, «Шрея, ты самый прекрасный человек у Вселенной». и тогда вы поднимаетесь на небо. Какое по счету? На какое? Седьмое. На юге Индии мы говорим одиннадцатое. Вы взлетаете на небо, неважно какое по счету, потом приходите домой, и ваши родные говорят вам, кто вы есть на самом деле. и вы спускаетесь с неба на землю. Нет. Очень важно, чтобы вы не отклонялись ни туда, ни сюда. Мы прислушиваемся ко всем, потому что мы можем делать что-то неправильно. Да? В любой момент мы можем делать что-то не так, поэтому мы слушаем окружающих. Но то, что они говорят, не определяет то, кем являюсь я. Никогда. Это должны осознать вы сами и сказать своей подруге, когда она протрезвеет. Иначе она не поймет.